Встречаемым потоком белорусы приходят сегодня к депредставительствам России в нашей стране. Цветы, игрушки, свечи и трогательные записки в память о жертвах трагедии в Кемерове. Общая боль братских народов на большом плакате при входе в посольство России в Минске. Кемерово, мы с тобой. Трагедия, конечно, потрясла очень много кого. Очень тяжело говорить, правда. Мы все скорбим. Это очень страшно. Для меня это, наверное, трагедия больше, чем для всех, потому что я сама житель Кемеровской области. Вы знаете, хочу выразить большую признательность вам, белорусам, за то, что вы поддерживаете нас в этом горе, за то, что люди не остались безучастными к этому горе. Очень много цветов, я сняла это все в фотографии, я покажу своим близким, своим друзьям. Мы его вложим кемеров, учения обязательно увидят в том, что Беларусь нас поддерживает. Спасибо вам за поддержку. В посольстве открыта книга соболезнований. Слова сочувствия и скорби оставляют представители власти, простые граждане, руководители учреждений, общественных организаций. Сегодня в нашей стране приспущены флаги государственные, отменены развлекательные телепрограммы. Мы скорбим вместе с российским народом. Белорусский народ и российский народ – это самые дружественные люди. И в беде, и в радости мы вместе. Это боль не только Российской Федерации, не боль россиян, это боль каждого жителя Белоруссии. И видите, мы одна целая, мы одна семья. И в радости вместе, и в горе тем более. Искренние слова сочувствия и поддержки братскому российскому народу, семьям погибших и пострадавших в страшной трагедии выразила сегодня и семья президента Беларуси. Старший сын Виктор и младший Николай посетили посольство России в Беларуси и оставили записи в книге соболезнований. Мы пришли сюда, чтобы от всей нашей семьи, от нашего отца, от всех братьев выразить чувство глубокого соболезнования братскому народу российскому. Наш брат тоже находится сейчас в Москве, там почти память. Действительно ужасная трагедия. Мы вместе с россиянами, вместе с родными и близкими, которые потеряли своих детей, скорбим с вами.